Я хотела сначала поблагодарить Романа, что нас пригласило сюда выступить, потому что мы очень поддерживаем движение по переезду из города и организацию загородных проектов. Давайте сначала пару слов скажем о нашей организации, чтобы сразу все представили, чем мы занимаемся и почему мы в эту тему положены, а потом прокомментирую некоторые ошибки, которые, изучая эту тему, выявили в организации подобных проектов. Мы называемся Национальным агентством стоящего развития, а мы некоммерческая организация, автономная некоммерческая организация, которая продвигает в России направление по экологическому строительству. То есть у нас такая тема несколько узкая. Секундочку. Сместные моменты. Сначала так сложилось, что мы работали в медиа-сфере еще до возникновения внимания к экологии, которая у нас появилась, наверное, лет 5 назад активно, особенно в строительной сфере. Мы были журналистами, работали в журналах, которые писали для ассистентов и профессировщиков, для аудитории. И когда 5 лет назад примерно с выходом 1-2 недели по энергозадвижению, именно в нашей сфере появилось внимание ко всему ЭКО, собственно, как и в других сфер, мы, как-то очень активно поддерживая все эти идеи изначально, в нее вникли и начали активно развивать это направление. И поэтому я почему-то рассказываю к тому, что те проекты загородных, в которые были погружены мы, из которых мы начали, так сказать, познание этой темы, они напрямую не относят к тому, о чем я сговорилась сейчас. Они напрямую не относят к экопоселениям. Вот предыдущий докладчик очень правильно сказал, что среди нескольких типов поселений, которые сейчас есть за городом, вот есть именно тематическое поселение, он даже поназвал ЭКО. Вот, и поэтому я буду свои примеры приводить именно на эти загородных проектах. Вот это была там озвучена проекта «Парк ферма», проект «Арк полис Никола Ленивец» и проекта «Арт-усадьба Гуслица». Кто-то вообще знает эти проекты? Знаете, слышали о них? В курсе там, туда ездили? Вот, ну, мы занимаемся изначально организацией образовательных программ реальтой аудитории, архитектор-профетировщики. И почему мы еще считаем, что эта тема очень важная? Потому что, когда вы доносите идеи, то, как общая аудитория по экономическому поводу жизни, да, по необходимости взять внимание с храней природы, да, то, как бы люди могут это воспринять и на личном уровне, как бы это все платить, ну, что здесь очень важно. Но архитектор-профетировщик – это профессионалы, которые строят как жилую среду, да, то есть строят города, строят эти места, где мы с вами живем и работаем. И если эти профессионалы, в первую очередь, приедут на рельс экологического строительства и экологического сознания, так нам кажется, что они, в первую очередь, и сильнее смогут повлиять на изменение нашей среды, да, потому что они делают профессионально, да, то есть не знают, как строить, а не знают, как сменить строительство, если так, чтобы оно меньше влияло на среду. Поэтому, как нам кажется, что мы работаем для очень важной, вот, с точки зрения возможности поприятий в ситуацию, целевой аудитории. Ну, то есть мы занимаемся образовательными программами, раз в два месяца мы вывозим групп архитекторов за границу и обучаем их на реально построенных экологичных объектах, как их строить, да, почему-то на загранице, потому что в России здания сейчас есть, но их очень мало. Ну, естественно, как тема только началась, поэтому сейчас эффективнее обучаться именно за рубежом. Мы такие программы проводим уже пять лет, 20-25 человек в два месяца выезжают туда, и с этого мы их обучаем. Кроме того, мы проводим специализированные семинары для архитекторов науки России в Москве, и у нас есть медиаресурс, который называется «Зеленый город», там мы тоже тематически ориентируемся именно вот на инновационные зеленые технологии домостроения, да, то есть, ну, и в широком смысле, это организация городской среды, в соответствии с принципием устойчивого развития состояния и зеленого строительства. Вот, и, ну, как бы логично, как мы находимся в этой теме, на какой-то этапе определенный мы стали понимать, что, так как тема напрямую связана, нужно сохранить, ну, как завязано на природную среду, то мы стали как-то стремиться тоже выехать за город и организовать наше мерзвоятие, наши образовательные программы именно вот где-то в районе городской среды. И для того, чтобы это сделать, мы как-то начали тема серьезно, ну, для себя изучать. То есть, стали ездить по неким поселениям, стали изучать те проекты, которые были в нашей сфере, ну, потому что... И вот это дело для себя, ну, несколько важных выводов, что прежде чем начинать, как гибрид, развивать, вот, нужно очень серьезно к этому подготовиться. Потому что любой заводный проект, ну, как, собственно, и любой другой проект вот о развитии территории, это, ну, комплексная, серьезная работа целой команды и, ну, начинать это делать вот так вот с места в карьеру, ну, как бы в этом случае очень великой искус, что все это, ну, закончится довольно плачевно. Поэтому, на самом деле, мы сейчас находимся самыми пути к организации проектов за городом. И вот сейчас я хочу прокомментировать несколько таких вот ключевых ошибок, которые мы оправдализировали и для себя выделили с тем, чтобы их потом не делать, да? И готовили тем, кто хочет и уже организует какие-то загородные проектов и мероприятия, ну, готовство этого обратить внимание особенное. Может, и существовать. Вот, ну, с чем мы столкнулись, поизучав тему экопоселений и вот наших проектов, вот, аркфермы, аркполис, а тут сальпы, гуслицы. Что самое главное, проблема стоит в том, что горстки настроены, активные товарищи, которые хотят такие проекты открыть, они почему-то совершенно не используют как систему, может, такого бизнес-планирования в хорошей смысле иметь себе дом. То есть это все происходит довольно спонтанно. То есть как-то вот как это обычно происходит. Есть команда, один, два, пять, там, десять человек активистов, которые поддерживают экологический принцип, которые хотят уехать из города, да? То есть, ну, собственно, город нас всех уже, можно сказать, достал. Я думаю, что все там все находятся тоже, понимаете. То есть они собираются в команду, выезжают за город, находят какой-то минимальный дом или что-то еще и начинают действовать. Без плана, без понимания, откуда будет идти доход у них, да, вот в этом месте. Не имея даже достаточно количества ресурсов у себя, да, и не зная, откуда их привлечь. Ну, собственно, вот, я приведу пример на проект арт-ферма. То есть его организатора, архитектор Иван Овчинников, мы очень любим, уважаем, очень талантливого архитекта. Ну, собственно, он в свое время занимался, началось это, началось у него, он занимался организацией таких молодежных фестивалей. Фестиваль называется «Города». И в какой-то момент он понял, что фестивали «Города» проходили в разных регионах России, то есть на них собирать очень много молодежных, все было здорово, да, они шли. И на инкумпт-этапе Иван решил, что он уже вырос, что он серьезный, так сказать, архитектор, что он здесь серьезный организатор. Он нашел в Подмосковье площадку с частным владельцем территории, с ним договорился, то есть это была ферма, на тот момент это была действующая ферма. И, собственно, владелец фермы ему предоставил как раз площадку подразделить творческого пол-кластера. Ну, он туда переехал, сделал в одном из помещений фермы ремонт, причем очень хороший ремонт, такой очень творческий, креативный. И начал там продажаться, организовывать мероприятия. Но вот опять же, как раз мы очень активно участвовали и ездили в эту ферму, кстати, что мы отметили на этом проекте, что спрос на такие вот загородные форматы для поведения досуга, вот особенно в Москве и в Московской области, очень высок, потому что Москва – это очень большой мегаполис, много приезжих, мало у кого в Москве и западные дома дачи, где обычно люди у нас проводят в свободное забранное время, и поэтому идет большое количество населения, в общем-то там в Москве, которым очень нужно как бы иметь места, где в основном состоянии можно отдыхать, почему отдыхать не просто там уже с шашлыки выпивать, там газобильяр пивается в бане, а именно как бы форматы современного креативного отдыха, то есть где может быть леса, там творческие фотографии, каким-то древесом и так далее. Ну, собственно, поэтому когда вот Иван открыл этот класс ромферма, то мы просто видели, сколько народу приезжает, то есть туда просто народ-то обвалил Вану, он чуть-чуть был, сколько в таком ситуации, и мы просто поняли, что если это правильно организовать, предложить все правильные услуги за нормальные деньги, то это все заработает и будет вести в высшем свет. Но вот в данном случае проблема случалась в том, что Иван был как архитектором, в прямом смысле, не по слову, как это сам проектировал, и он не был как организатором вот этих элементов, мероприятий, которые, как раз, ну, требовались для развития этой территории. Поэтому и у него не было естественного бизнес-плана на эту тему, то есть в армизе этого процесса. В итоге проводимые мероприятия не приносили нужного дохода ему, да, он на каком-то этапе разжигавался, из мероприятия перестал проводить, собственно, земли, которые ему предоставили площадку, на честном слове, стал недовольным, что люди не приезжают, а ведь ему, собственно, не приступили планы по своих там жилья и продаже коктейджей. В итоге они поругались, в итоге они разъехали, Степан повесил табличку, что наша фирма закрыта, вывесили этот сезон, и все, да, и так там все дело закончилось. А нам это было очень обидно, потому что мы с вами строили на этой площадке очень много планов, потому что мы планируем проводить там семинары, форумы, фестивали, и поэтому мы еще раз на этом примере осознали, что прежде чем начинать какой-то такой проект, нужно очень внимательно нитронизировать ситуацию на площадке и понять, за счет чего на этой площадке будет экономическая деятельность действий на ней, и откуда какой доход будет идти обязательно. То есть, я говорю, в нормальном бизнес-клане, в хорошем смысле этого слова. даже если вы поддерживаете технологические идеи, там, духовные идеи, мегре, как угодно, если не отменяет того, что в плане развития некого проекта должно проходить нормальное бизнес-кланирование. Поэтому тоже надо на это понимание обратить обязательно. Это может быть еще с вами. Вот, собственно, вторая такая важная проблема, вот опять же, на примере от фермы. Случается в том, что когда любой, кто хочет развивать законные проекты, земли не покупает, а все-таки пытается покровиться и найти какой-то участок в земле в каких-то условиях, то очень часто на начальном этапе не получается оформить официально эти отношения, если это частный какой-то владелец земли. И это довольно плачевно может кончиться в итоге. Поэтому, опять же, не смысл с самого начала понимать, что как уже заст проект, и в каких условиях будут работать в случае территории частной. В частности, с артиром получилась такая ситуация, что частный собственник территории предоставил Ивану площадку вообще без всяких документов. Вот вообще без всяких, да? Просто на честном слое. Приезжайте, живите, ребята, развивайтесь, вы не просите. вот так вот. И это очень явно проявилось, слабость этой позиции в том, когда приехали в один из вечеров, когда там принимали друзей, и нам было предложено, мы сделали презентацию у тем присутствующим, и было сказано, что вот у нас есть коровники, вот так вот, по примеру, так мы глядели, как на фотографии. Мы все коровники хотим сделать горшеские мастерские. То есть, мы, коровник, у него фасинет, у нас коровник, это такое длинное здание, одноэтажное, а так как они архитекторы были, то они довольно логично и классно смотрели, поделились на сегменты, и в каждом сегменте сидел такой творческий стескут, да, с тем, чтобы сюда заезжали люди, там, арендовали, и даже иметь собственное помещение, там, приезжали, жили за городом, и, собственно, там творили, ну, как бы все это было в общем сказано, достаточно. Но при этом нам вот презентация предложили, что давайте ребята уже сейчас возьмемся в один сегмент себе, его конструируете за свой счет, и, собственно, его, не знаю, возьмемся в аренду. Ну, все обрадовались, все очень так, всем это девочек понравилось, а потом стали спрашивать, когда мы начали разбираться, а на каких условиях аренда, да, то есть, а кто у хозяина территории, а что это будет арендой, а тут благослуживая какая-то аренда, мы видим, что такая все это происходит на частном слове, то есть никаких документов, никаких бумаг, ни на земле, ни на строении, вообще ни на что нет, причем еще обратите внимание, что стране находится в таком не очень хорошем состоянии с точки зрения технической, и еще не было понятно, не упадет ли оно в итоге кому-то на голову, да, то есть, если там начать строить или как реконструировать, а при этом одновременно предлагалось положить в реконструкцию, там они вообще поможли с этим делом, если бы была летняя реконструкция, это стоило 300 тысяч рублей, если бы была зимняя реконструкция, это было тот миллион, то есть, как и бизнес предлагалось положить свои деньги, при том, что никаких ни бумаг, ни аренды, ничего, ну как бы не было предложено, конечно, когда все было заявлено, все, кто кинулись, и хотели это сделать, на том числе и мы, тоже хотели это сделать, а потом, при размышлении на резвую голову, мы, конечно, поняли, что даже эти самые 300 тысяч, мы не готовы вкладывать, вот, совсем в какой проект это, все ничего не понятно, и, конечно, никто из тех, кто хотел это сделать, но в итоге это не сделал именно по этой причине, И, собственно, оказались не правы, потому что возник прекрасный момент, мы на фейсбуке увидели какую-то табличку, что закрыто. Если бы мы там вложились бы, то в итоге непонятно, чем все это закончилось. А, ну еще, кстати, вот что очень важно, поэтому, что если, как правило, те, кто начинает развивать частные проекты, у них мало ресурсов, да, то есть у них есть либо новые сами, да, и нет никаких инвестиций. И поэтому, собственно, к территории он, ну, часто не готов идти на официальные отношения, да, с такими партнерами. И в этом случае стоит создавать бренд, как бы, ну, формулировка и вид которого позволяет его потом перенести с этой территории на другое место, чтобы когда вот чего не сделал Иван в этой ситуации. У него, ну, бренд носил название «Аркферма». Бренд классный, да, то есть, вот там была ферма Корубия, он приехал сюда «Аркферму», то есть ферма – это выращивание большинских там личностей. Ну, то есть, как бы, бренд хороший, но фундировка, что это некое строение ферма, он, ну, получается, корнями рос в эту территорию, когда, ну, сам Ивана очень много сил вложила его к его развитию. Ну, и, собственно, никто же семье как бы помогал. Но только, когда они поругались, то Иван съехал, название «Аркферма» осталось вот на этом месте. Понимаете, вот, и, ну, было довольно, конечно, я его принимаю, что ему было довольно обидно, да, что он отложил его высоту времени в развитие этого бренда, в итоге его пришлось бросить именно там, да, то есть на этом месте. У меня, они даже там за кого-то получили, ну, как бы, название этого места, вот именно, там стало называться официально в сейкартах «Аркферма». Вот, поэтому вот очень важно, наверное, что, если такой уверенности у вас нет, что вы останетесь на территории, то формировать свой бренд и какой-то формат, там, что он там проводится таким образом, что он мог, ну, в необходимости быть перенесен в какое-то другое место без каких-то вот сильных потерь, потому что, конечно, все мы знаем, кто это развивает, да, что, ну, сколько это стоит сил, времени, да, там, ресурсов своих это сделать, и, конечно, потом все это бросать, может, просто, не знаю, там, сердце крови обливается на эту тему. Можно дальше. Вот, вот, видите, ошибка, в том, что, это, кстати, вот характерно для этого поселенцев, в том числе, да, что люди выезжают на территорию, и у них сразу появляется желанием построить нечто огромное, в том числе чуть ли не новый город сразу, да, просто мы по своей сути общаемся вот с представителями, профессиональный город строительный, девелок. Мы просто понимаем, что какое-то сложное, сложнейшее дело построить город, а их поселенцы выезжают на землю и думают, что они сейчас за два года все это построят. Но это, конечно, совершенно нереально, поэтому я еще была на этой презентации, где обучаются молодые лидеры территориального развития. Есть такой Александр Соколярик, он знает его, нет? Есть такой образовательный курс новой лидеры территориального развития, где обучают, в принципе, молодых активных людей, которые предполагается развивать территорию профессионально. И вот тоже для них они делают презентацию в своих обучениях, для них тоже характерно, что когда они делают презентацию, то они сразу на территории пытаются построить целый город и извлечь прибыль в размере сотен миллиардов рублей. То, конечно же, вы станете смешно, да, поэтому опытных девелоперов, которые возят на их презентации учебные, они ему говорят, ребят, вы чуть-чуть охладитесь, да, вы начнете с чего-то малого, да, сделайте одно мероприятие, признете его успешно, к вам приедет народ, на следующий год побольше, потом побольше, да, и так постепенно-постепенно вы все привлечете все больше людей, все больше ресурсов, вот у вас это пойдет. Вы ставьте вот перед собой не реализуемые изначально цели, да, то есть учитывая, если у вас есть там команда, то перед человеком, вот поэтому это вот еще одна такая. Вот, ошибка четвертая, что, как правило, все эти проекты, которые реализуются за городом, городскими жителями, ну, вот это опять же, вот это не сельское хозяйство, да, потому что, ну, все понимают, что городские жители не умеют нормально, ну, есть эфирность, да, там есть нюансы. Мы, кстати, были, когда в гостях Попчерно, в рекопоселении, вот, общались с такими, ну, Федором Лазутиным, вот, он тоже самое нам сказал, что те, кто в рекопоселении живут из города, они фактически, а так и не смогли освоить, вот, да, основу ведения нормального, там, деревенского хозяйства. Ну, конечно, это делают только те, кто приехал, вывести с деревенью туда же, да, но те, кто к этому, в общем-то, был обучен с детства. Поэтому, как правило, все вот эти проекты, законы современные, они все-таки основаны на представлении престижических, образовательных, престижических услуг, да, для того, что можно сделать с узлом гостей с компьютером или, вот, разговаривая, например, рассказывая в их зале. Но, когда вы делаете эти проекты, которые явно завязаны на привлечении большого количества народу, то очень важно, чтобы ваши проекты были нормально раскручены. А очень часто происходит, что, когда команда небольшая, дел много, на все не хватает времени, вот, как раз реклама становится жертвой в этой нехватке ресурсов, и рекламы бывает очень мало, да, то есть, кто-то, вот, там, говорит в презентации, что реклама, вот, коллег из европейского поселения, да, мне осталось уже немного времени, я уже заканчивал, собственно. Ну, говорят, что, как раз, вот, от рекламы нужно отказываться, я так не считаю, то есть, ну, просто, как бы, реклама должна служить, внести на пользу, да, и служить, как бы, развитию проекта. Вот, тем более, сейчас есть социальная сеть, вот, если, по нашему мнению, социальная сеть, это, ну, сейчас самый дешевый, самый эффективный, как бы, инструмент для рекламы, на самом деле, вот, через него можно общенники, они по другую рекламу не используют, да, то есть, по суграму, как, создавая группы, создавая сеть, там, общения, проекты можно скрутить, вот, это очень легко, быстро, минимальные предложения, ведь им надо обязательно пользоваться. Ну, и, собственно, вот, это, наверное, связано с тем, о чем я уже говорила, что ни в коем случае не нужно пытаться построить новое поселение самостоятельно, без участников профессионалов, да, потому что это точно делать не получится. То есть, во-первых, нету, как вот, у обычных людей, которые не имеют такой профессии, нету, да, технического проектирования территории, а там очень много сложных вопросов. Во-вторых, нету, ну, скажем так, административно-управительского опыта, да, чтобы нормально сделать, выставить структуру управления, да, ну, и нормально выставить систему взаимоотношения поселения с, там, местной руководной властью. Это очень сложно, просто вот, вот, вы, коллега, рассказывали про выбирь, да, что у вас, там, одно решение принималось 10 лет, но это же, по-разному, как-то тоже не очень правильно, наверное, да, что все только во имя не уходит на, ну, собственно, такие уж сложные административные решения, да, ну, кто-то, например, готов, но вообще-то хочется посвящать свое время и использоваться его более операционально, да, там, принося пользу обществу. Вот, ну, собственно, как мы сами, да, боремся с этими ошибками, я бы сказала, что мы сами хотим приехать за город, и обосновать за городом, ну, конечно, не поселение, но как бы открыть свой проект. Мы, собственно, начинаем строиться с малого. В этом году мы провели первый сагарный фестиваль «Зеленая архитектура и технология». На него приехало где-то около 300 до 400 человек, то есть, вот, опять же, да, в первый раз мы не ожидали больше, потому что, ну, у нас тоже есть очевидное влечение по ресурсам. А в следующем году мы уже ждем тысячу человек, да, то есть мы сейчас на нашей изминализованной тоже частной собственной территории, которая поддерживает экологические принципы. Мы с ним введем такую длительную работу, длительные переговоры по условиям сотрудничества, но, опять же, мы, собственно, четко понимаем, что если мы не договариваемся, мы сможем вот наш бренд, который мы выстраиваем в фестивале, легко перенести на другое место абсолютно, да, то есть мы это все не учитываем, что вот не надо так завязываться. Поэтому мы вот их праздник будем развивать, да, то есть мы будем проводить фестиваль, а в дальнейшем у нас есть идеи в организации музея устойчивого развития, да, ландшафтного музея, то есть это будет следующий уже и так, да, потому что в нем нужно найти спонсоров, ресурсов, грант, да, этим мы сейчас тоже занимаемся. То есть для нас в первую очередь это понимать, что какие там развития есть, сколько ресурсов на них надо, где эти ресурсы можно взять, да, и реальных тоже имеется до того момента, как мы начинаем вот действовать. Но только так это можно вот реально воплотить в жизнь. Ну и под конец такая, опять же, обнадеживающая фраза, да, что на наш взгляд спрос на загородный сервис по досугу, по образованию, по освещению, ну, собственно, точек, что реально могут предоставить жители этого поселения за этот проект, он, по-моему, в Москве очень-очень высокий, да, и потому что если правильно к вопросу подойти, то там 10, 20, 30, 50 поселений из этого проекта, 100, они все найдут своих потребителей и смогут нормально подсветать, если, опять же, к этому вопросу нормально подойти. Вот, а то спасибо большое, вот какие-то вопросы могу ответить. Помимо него, в России нет этого трансфера, вы много говорили, это эко-стандартный миллион, это возможность экс-строительный миллион – это как известно, а в России нет стандарта экотроительства в рынке. И тогда вопрос, собственно, что вы вкладываете в это понятие? Есть ли у вас какие-то внутренние стандарты? И опять же, вы говорили, что Европа – это Европа. То есть у них другой климат, другие стандарты экологические. Тогда какие стандарты у нас? Докажу двух хороших вопросов. На самом деле это сейчас на уровне России проблема, потому что вы правильно сказали, в России таких вот работающих качественных стандартов зеленых, как есть зарубежные, их нет. Хотя, опять же, зарубежные стандарты, такие как известный Librium, это стандарты зеленых зданий. То есть в каждом здании может быть такой сертификат. Они действуют на территории России тоже. То есть если человек-девелопер, владелец объекта, интересован в получении вариантов средств зеленых зданий, то он может произвести в кассу по этим стандарту конкретно. Что касается вашего вопроса, что такое зеленое строительство, вы знаете, у меня этот вопрос задают через раз, допустим. Вы, конечно, разговариваете с клиентом, общаться с ними. А что вы такое продвигаете? Что такое экологическое строительство? Ну вот хочу сказать, что на большей части конференции я слышу такие определения строительства мода, тренд, систему каких-то стандартов и так далее. И вообще это очень сильно путает людей, не способствует пониманию, на самом деле, что это такое. То есть получается, есть основное строительство такое, наше генеральное, обычное, а есть такое боковое, какое-то зеленое строительство. Они как-то параллельные. Вот это совершенно уникальная ситуация, на наш взгляд. Мы считаем, что зеленое строительство – это новый этап развития строительной отрасли, на который этот опыт сейчас переходит. И на этом этапе с помощью новых технологий, инновационных, высоких, позволяется достигнуть нового качества объектов с точки зрения комфортности, энергоэффективности, экологичности. И в основе зеленого строительства, перехода на новый качественный этап строительства, лежат именно новые технологии. Поэтому очень важно сейчас изучать вот эти подходы, решения технологий, которые сейчас появляются. Собственно, вот то, что мы пытаемся принести до тех, для кого мы проводим образовательные специфические программы. Это новый этап развития строительственной отрасли. Его еще называют постмутериальным, допустим. – Нет. – Хорошо, спасибо. Аплодисменты Светлане. – Вам спасибо, что вы услышали. – Да, и у нас сейчас будет…